Вооруженные силы Украины ликвидировали еще одного российского генерала. По предварительным данным, это Роман Кутузов. Об этом сообщил спикер Одесской области военной администрации Сергей Брачук. По его словам, Кутузов командовал так называемым армейским корпусом ДНР. Детальнее мы расспросим непосредственно у спикера Одесской военной администрации. Сергей Брачук с нами на связи сейчас. Сергей, здравствуйте. Здравствуйте, коллеги. Сергей, будем вас расспрашивать. Во-первых, мне интересно, откуда вам стало известно. Была такая в течение всего дня конспирация вокруг этого генерала. Говорили о том, что его зовут. Потом сказали о том, что его зовут Роман. А вы, вам удалось узнать, кто, что, зачем и как. Расскажите, пожалуйста. Ну, к счастью, к сожалению, не знаю. Я, конечно, не был одним из самых первых, кто об этом узнал. Самым первым об этом начали писать российские телеграм-каналы. В силу работы приходится их мониторить. Ведь считаешь не только то, что пишут наших об украинской армии, о том, что происходит у нас в Украине, как ситуация складывается на самом деле на фронте. И вот пошли уже сначала слезы крокодили, как обычно, имена, прятали фамилию. Но в итоге оказалось, что Кутузов не только одноглазый, но Кутузов оказался и уже фактически без головы, без генеральских погонов. Поэтому, вы знаете, мы всегда говорим о том, что эта война, она даже в таких деталях проявляется, что она несправедливая по отношению к Украине. Потому что таких генеральских потерь в современных войнах, наверное, не было со времен Второй мировой войны. Но, наверное, главное все-таки не это. Главное то, что вооруженным силам удается показывать свою силу, свое мужество и проявлять свой характер. Даже вот, казалось бы, на первый взгляд, в таких, знаете, боях, не битвах. Но, тем не менее, когда приходят такие сообщения, мы прекрасно понимаем, что это и эмоциональные соответствующие подъемы наших вооруженных сил. Ну и показывают, еще раз скажу, что война со стороны России и Украины, понятное дело, несправедливая, захватническая. Захватническая и есть не только суд Божий, но и есть суд человеческий. Субтитры создавал DimaTorzok